На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Борьба нервов. Драматичной для женской команды гонбольного клуба Гомель оказалась развязка четвертьфинальной серии против испанской Ракасы в Кубке Вызова ЕГЭФ. Первый поединок прошел в Испании неделей ранее и завершился победой хозяек со счетом 24-18. То, что отыграть отставание в шесть мячей более чем реально, гомельчанки показали в первом тайме ответного матча. Дважды хозяйки паркета уходили в отрыв на три мяча, однако каждый раз благодаря собственным ошибкам разбазаривали преимущества. Концовку первой половины игры испанки выиграли 4-0 и отправились на перерыв, ведя в счете 12-11. К сороковой минуте гости вели уже два мяча 16-14, на этом их запал и сяк. Было видно, что силы покидают испанскую дружину, подопечные Томожачатера сохранили свежесть и смогли обеспечить нужный результат. Оставшийся отрезок матча гомель выиграл со счетом 10-2. К финальной серии на табло гомельского дворца игровых видов спорта горели цифры 24-18 в пользу хозяек. А это значит, что судьба путевки в полуфинал решится в серии семиметровых бросков. В решающий момент рука тверже и нервы крепче оказались у испанских гонболисток, которые отправились в полуфинал Кубка Вызова ЕГФ. Могли бы последнюю минуту, когда был шорт 24-18, немножко поспешить, сделать ризик, но могли бы потерять мяч и получили бы сразу гол. Поэтому спокойно отыграли на тот же самый шорт и решали 7 метров. Ну, это знаете что, это лотерия. Хочу поздравить вратаря и первых, и вторых. Хорошие стояли, девушки все сделали, то, что договорились, немножко поменяли защиту, 6-0 на 5-1. И здорово все, но просто жалько, просто заслужили, заслужили эту игру, потому что если бы и так играли в Испании, пришли бы домой с победой. Горевать по поводу неудачи в Еврокубках у гомельчанок попросту нет времени. Уже на следующий день команда отправилась в Белыничи. День оставила камня на камне от Березины. 40-15. 16 марта в Минске подопечные Томожа Чаттера играют с БМТУ «БелАЗ». А 17-го в Бресте против Берестия. Светлогорские ЦКК и гомельская БЧ по итогам 19-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу улучшили свои турнирные позиции. Железнодорожники в принципиальном поединке благодаря голам Гуменюка и Перемитина обыграли столицу и отодвинули последнюю на пятую строку в турнирной таблице. ЦКК в Микашевичах со счетом 5-4 обыграл «Гранит» и вернулся в зону плей-офф. С таким же счетом в РЗ одолел неуступчивое ОВД «Динамо». Магоностроители по-прежнему на вершине турнирной таблицы. БЧ на расстоянии одного балла от тройки сильнейших. ЦКК на восьмом месте. В ближайшие выходные в 20-м туре ВРЗ в Гомеле сойдется с ближайшим преследователем Виттеном. Победитель возглавит турнирную таблицу чемпионата. БЧ дома играет с «Динамо БНТУ», а ЦКК с территорией. Гомельский «Локомотив» проиграл Витебску в первом матче 1-4 финала Кубка Беларуси по футболу. Единственный гол в этом матче на 86-й минуте забил Антон Матвеенко. Ответный поединок пройдет в Гомеле на стадионе «Сдюшор-8» 16 марта. Начало в 14.00. Мозырская славя обыграла украинскую «Волынь» 1-0 в рамках своего турецкого сбора. Футбольный клуб «Гомель», который также готовится к новому сезону в Турции, в минувший уикенд провел два спарринга. Зелено-белые обыграли 2-0 финский «Лахти» и минимально уступили украинскому «Металисту» 1925-01. Между тем пресс-служба клуба сообщила о подписании новичка. Россиянин Гурам Тетрашвили призван укрепить оборонительные ряды зелено-белых. Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год. Футболист ранее выступал за российский «Автодор», «Луч Энергия», «Тосна» и «Анжи». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».